На самом деле это была очень важная операция. Это абсолютно очень важное принципиальное историческое возначение события. Впервые Украина применила тот вид вооружения, у которого нет аналогов в Российской Федерации. Мы применили более высокотехнологическое оружие, которое показало свою высокую боевую эффективность в реальной обстановке. И безусловно, такая резкая реакция, такой психоз в России возник. Именно потому, что адекватно ответить этой атаке Россия не смогла. Да, конечно, это первый удар, это ответный удар. Это не была война в Карабахе. Такая цель, очевидно, не ставилась. Очевидно, это было ограниченное применение силы, но оно имело свою четкую цель, которая была выполнена. Противник в этом районе прекратил огонь, прекратил дальнейший обстрел наших позиций. Поэтому, безусловно, для того, чтобы показать наше превосходство, мы это превосходство должны показывать каждый день. Безусловно, надо наносить удары по противнику. Но в данном случае, я думаю, что те цели, которые были поставлены, сработать на противодействие, они были выполнены. Поэтому можно только пожелать, чтобы в дальнейшем у нас после той поддержки, которую эта атака получила в украинском обществе, мы видим в студии, все аплодируют люди этой атаке, этому видео. Я надеюсь, что руководство страны сделает правильные выводы. Украинцы поддержат сопротивление. Украинцы понимают прекрасно, что мы не можем после 8 лет войны добиться мирного решения. Без сопротивления Путину, эффективного сопротивления, более качественного, наша дипломатия не будет иметь веса. С нашей дипломатией, с нашими инициативами Россия будет считаться только если они будут знать, мы можем ударить, и мы бьем больно. Поэтому я хочу просто всех нас поздравить, это применение Байрактара, это реально большое достижение. Это новый уровень сопротивления, который мы можем сейчас реализовать. И я надеюсь, что придет время, и таких видео на Донбассе мы будем получать много. Так же, как мы видели удары, скажем, в других частях мира, когда другие народы, тоже как это Азербайджан, освободил свои оккупированные территории. Точно так же, как Азербайджан сделал это, несмотря на противодействие России, точно так же свою землю освободит и Украина. Мы пока проводим пробу сил. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова